Российская авиагруппировка в Сирии уничтожила еще полсотни объектов террористов. Ударом с воздуха подверглись командные пункты боевиков, склады вооружения, боеприпасов, опорные пункты, а также более 30 полевых лагерей. Как сообщили в Министерстве обороны России, ликвидированы подземные бункеры. В той местности, что находится под контролем бандформирования, их немало. Используются эти сооружения для ведения подрывной деятельности. В провинции Хомс, на окраине населенного пункта Тельбиса, бомбардировщиками Су-34 уничтожен подземные фортационные сооружения террористической группировки ИГИЛ. Данный объект имел развернутую сеть подземных ходов, которые позволяли боевикам скрытно появляться в разных районах города и вести маневренную оборону против сирийских правительственных войск. В одном из бункеров был оборудован целый арсенал с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, предназначенными для проведения терактов и диверсий. Кроме того, здесь же располагался мини-завод по изготовлению самодельных, неуправляемых ракетных снарядов. По данным российского военного ведомства, в двух других провинциях Сирии, Идлиб и Хама, боевики под страхом расстрела семей проводят принудительную мобилизацию. То есть забирают все мужское население, начиная с 14 лет. Кроме того, согласно радиоперехватам, нарастают противоречия между различными террористическими группировками. Это вызвано борьбой за контроль над территориями и денежными потоками. Продолжение следует...